Наши Господи, Иисус и Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Христос воскресе! Поистине воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Мы молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа Спасителя нашего ДимаTorzok 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 Вчера, нет, позавчера она мне позвонила и сказала, такое событие у нас было, такое, какое событие, что такое у вас было? Нигде нет вроде такого, вот такое, что тебе сильно плохое? Да нет, мне это даже радостно, я рад, ну так тогда хорошо, если. Ага, что? Воскресенье, первое воскресенье Великого Поста, так называемое Торжество Православия. И в кафедральных соборах, где епископ служит, там совершается молебен и возносится анафема, то есть еретикам. Еретикам, там и Арии, там поминают, там, по-моему, Стеньку Разина, там, и Мельяна Пугачева, застойно. Вот, ну и все, и в общем-то оно общее, там, где-то убийцам анафема, вот, кто убивает там детей, вот, такое я слышал, значит, делать. И все. В других приходских храмах нигде этого не произносится, и там, где один священник, этого нигде, нигде нет, это вообще не важно. Это только там, где епископ, в кафедральных соборах. Нина звонит. В это воскресенье, говорит, ей сообщила Зинаида. Вот, а Зинаида, когда на Нину началось огонение, то Зинаида-то была приближенная там батюшке, там она кассу содержала и прочее. Все. Но потом что-то нет, и он ее быстренько выгнал из храма-то там. Вот. Ну и она, конечно, дальше уже раскаялась, и Нине раскаялась, что я была не права, что там тогда не поддержала тебя, когда на ее было гонение-то на Нину. Вот. Ну, а впоследствии, говорит, она встала в Знаменском монастыре, будто бы приняла монашество уже. Зинаида. Сейчас она там, не знаю, как-то имя-то ее другое. Ну и вот она говорит, что после литургии батюшка, после храма, значит, называл поименно, и, допустим, там, называет Нину, и ей трижды поют анафема. Да. Зинаиду, там еще несколько человек, которые были, всем он, значит, всех анафеватствовал в этом храме. Вот. Ну, я потом позвонил батюшкам, которые были здесь знакомы, глипархи, я говорю, да, такого, говорит, нет никогда. Я говорю, ну, вот такой, ну, это, как они сказали, это, говорит, больной на голову. Да. Батюшка, нигде этого не делается, никто не делает. Вот так вот, он частный, кого это, и он всех анафемаствует в порядку, там, кто это выгнал. Одиннадцать лет он служит там уже. За одиннадцать лет община, то, что были люди, прихожане, не прибавилось ни одного человека, только, наоборот, кого он выгнал, убавилось. То есть, ну, нет, он приехал, отслужил там, что, и уехал, нигде он, то есть, нет общения с людьми. Да нет, да он и не знает, как это делать, вот, как работать, он не знает это. Он знает, что отслужил там, и сколько свечек собрали, там, деньги, и все, больше ничего он не знает. Ну, вот такое было, сообщение, поэтому, вот, в храм он ее так и не пускает, это уже три года, наверное, прошло, как оно, это началось. Вот, в храм он ее не пускает, она на улице все. Ну, сейчас у нее очень тяжелом состоянии, Виктор, муж ее, поэтому, я, говорит, не могу оставить его даже ни на сколько. Нельзя, уехать куда-то нет, ну, она на пару часов может до храма дойти, там, чтобы поставить, а так нельзя, говорит, я не могу его оставить, говорит. Там, потому что печку топить надо, два раза в день заправлять, а он этого не может уже сделать. Вот, поэтому, так он в разуме все, но он входит, а это для него очень тяжело, он как бы наполовину парализованный, выходит, так как-то входит тяжело, и вот, инсульт, видать, у него был инсульт, поэтому она не может его оставить ни на сколько. Поэтому сегодня я вот еду туда, заедет мой племянник Давыд, здесь он будет в своем храме, там, и сейчас, как у них закончится, богослужение у них немножко подольше, чем у нас. И ведь тогда он заедет за мной, и мы поедем. Он меня завезет, он живет за ребрихой, там, Белова, я у него побуду до вечера, а вечером на поезд меня проводит, там, в станции ребрихой, вот так вот. Ну, все, о себе, я немножко что-то или подпростил, еще сильно приболел. Дома уже неделя, два дня я полежал, но потом вставать надо, и вот, чувствуете, и голос, и это, сегодня часа в два я проснулся, как кашель, я счастье мог, но потом успокоился, Акатик уснул немножко. Нет, Дима страшно, кашляет просто. Ничего нету, спокойно, нигде ничего, потом раз, заскребет, заскребет, как-то интересно. Откуда это, что, Надя, берется? Что это такое? Папсистор, оброта с вами. Ну, нормально, все, потом начинается, вот здесь вот скребет, скребет, и начинается кашель, не остановишь ничем. Я уже, ну, ночь что-то не брал, а днем, когда я кашель, я травесил их. Купай таблеточки такие, они обрятные, это бывает, медовые там. Вы сейчас на печке прогрейтесь, приедете на своей, прогрейте, надо в горячем тепле побыть, вот так, но не в бане. Ну, вот картошка, я сказал, 17-го, 18-го, 17-го будет искр вечера, 18-го, 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 18-го. В этом мешочке находится, называется, дароносица, вот такая вот, вот там как раз причастие у меня, тело и кровь Господа Иисуса Христа. Вот, это называется, дароносица, это для причастия, там маленькая чаша такая, маленькая, совсем нею причастие, вот. Лжица небольшая, да? Да, лжица маленькая, вот это, для этого. Называется дароносица, то есть, носится в ней дары. Вот это красный, он может быть не только красный, может быть белый мешочек, это, просто у меня был такой материал, я такой сделал, может, черный даже быть. Это не зависит от цвета. Так, какие еще вопросы? Выздоравливайте больше, выздоравливайте, не болейте, ни в коем случае, вам нельзя. Благодаряйте. Здорово, благослово. Это 4 мая, 4 мая, вот это правильно. 4 мая. 4 марта сегодня. Продолжение на сегодняшнее евангельское чтение. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 2 глава, 1 по 5 стихи. Через несколько дней опять пришел в Капернаум. И слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюством, раскрыли кровлю дома, где он находился. И прокопав его, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленным. Чадо, прощаются тебе грехи твои. Толкование. Вера мужей, принесших расслабленного, была столь велика, что они проломали кровлю дома и спустили его. Посему и Господь подает ему исцеление, видя веру сих принесших или веру самого расслабленного. Ибо и он сам не позволил бы взять себя, если бы не веровал, что исцелится. Впрочем, Господь часто исцелял ради веры одного приносящего, хотя приносимый не был верующим. И напротив, часто же врачевал ради веры приносимого, хотя приносящие не веровали. Прежде всего отпускает он грехи болящему, а потом врачует болезнь. Потому что труднейшие болезни большую частью происходят от грехов. Так и в Евангелии от Иоанна Господь производит от грехов же болезнь одного расслабленного. Этот упоминаемый у Иоанна расслабленный, есть не один и тот же упоминаемый ныне напротив. Это два разных человека. Ибо упоминаемый у Иоанна не имел человека помогающего, а нынешний имеет четырех. Первый был у купели овчий, а этот в дому, тот в Иерусалиме, а сей в Капернауме. Можно найти и другие между ними различия. Но должно сказать, что упоминаемый у Матфея, глава 9, и здесь у Марка, есть один и тот же. Евангелие от Марка, 2 глава, 6 по 12 стихи. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им. Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному прощаются тебе грехи? Или сказать, встань, возьми постель свою и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленный. Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». Толкование. Фарисеи обвиняли Господа в богохульстве за то, что Он отпускал грехи, так как это принадлежит одному Богу. Но Господь дал им и другое знамение Божества Своего, знание сердца их. Потому что одному Богу известно сердце каждого, как и пророк говорит, «Ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих». Второй пропоминон, 6.30. «Между тем фарисеи, хотя и было Господом открыто, что у них сердце остаются бесчувственными, и знающему сердца их не уступают того, чтобы он мог врачевать и грехи. Тогда Господь через исцеление тела удостоверяет в том, что Он исцелил и душу, то есть посредством явного утверждает сокровенное, и посредством легчайшего труднейшее, хотя это казалось им иначе. Ибо фарисеи исцеление тела, как действие видимое, почитали труднейшим, а врачевание души, как невидимое, легчайшим. Мы рассуждали как бы так, вот обманщик, который отклоняет от себя исцеление тела, как дело очевидное, врачевает невидимую душу, говоря, прощаются тебе грехи. Если бы Он в самом деле мог исцелить, то, наверное, исцелил бы тело, а не стал бы прибегать к невидимому. Посему Спаситель, показывая им, что Он может совершить то и другое, говорит, что легче врачевать, душу или тело? Без сомнения, тело, но вам кажется напротив. Итак, я исцелю тело, что на самом деле легко, а только вам кажется трудным. И тему верю вас в исцеление души, что действительно трудно и кажется легким, потому только что невидимое и необличаемое. Так поступает Господь и с душевными немощами. Не только освобождает нас от грехов, но и подает нам силу для исполнения заповедей. Итак, и я, расслабленный, могу исцелиться, ибо и ныне есть Христос в Капернауме, в Доме Утешения, то есть в Церкви, которая есть Дом Утешителя. Я расслабленный, потому что силы души моей недостойны и недвижны во благо. Но когда четыре евангелиста возьмут и принесут меня ко Господу, тогда услышу слово Его «Чадо». Ибо я делаюсь Сыном Божьим через исполнение заповедей, и мне отпускаются грехи. Но как принесут меня к Иисусу, проломавши кровь. Что же кровь? Ум, как верх существа нашего. На этом крови много земли и черепиц, то есть земных дел. Но когда все это будет сброшено, когда будет разломано и освобождена от тяжести сила ума, когда потом спущусь вниз, то есть смирюсь, я не должен возноситься вследствие облегчения ума моего, но по облегчению обязан не спуститься, то есть смириться, тогда исцелюсь и возьму одер мой, то есть тело, возбуждая оное к исполнению заповедей. Ибо не только должно восстать от греха и познать свой грех, но и взять одер, то есть тело, для делания добра. Тогда можем достигнуть и созерцания, так, что все помыслы в нас скажут. Никогда не имели такого разумения, как ныне, исцелясь от расслабления. Кто очищен от грехов, тот поистине видит. Слава нашему Господу, и ты, 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 веки. Аминь. Аминь. Вы научились говорить аминь. Согласны? Аминь. 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 Хочу сказать, братья и сестры, что среди нас есть люди, которые против того, что ведется запись. Ропщут на это. Вот написано, идет видеозапись для интернета. Сколько раз уже вы убеждались в том, что интернет теперь можно использовать во благих желаниях. Во благо людей. Игнат Ильич постоянно нам говорит, сколько людей новых приходит. Это проповедь постоянная. И эта видеозапись, она нужна. А что еще, значит, показывать мы можем? Как живет наша община? И чего бояться нам? Если мы живем свято, а то все, ок, святые какие все. Я грешный, многогрешный, меня не надо показывать. Не надо вот это вот брыкание, что называется. Какие? Вся тут святость одна собралась. Знаете, это брыкание просто-напросто. Нет смирения. Запись нужна для того, чтобы люди обрели спасение через проповедь. Кто против проповеди из нас? Да мы все пришли через проповедь. Все читали, все были на занятиях. Большая часть из нас были на занятиях. И проповедовали, и участвовали в этом. Кто не участвовал, кто меньше всего участвовал, тот и противится этому. А противится тот, кто за собой что-то имеет, наверное. давайте будем смирены. Вот смириться нужно перед этим, что это необходимо, что это нужно, что это во благо нам же, потому что люди нас видят. И мы должны, это нас должно стимулировать к тому, чтобы жить по-другому, проявлять любовь, чтобы эту любовь между нами видели люди, что мы понимаем Слово Божие. Вот сегодня я сейчас тут говорил, брат, с чем сравнивал сейчас только вот блаженный Феофилак крышу? Что такое крыша? Ум наш, который грехами нашими заварен. Эту крышу нужно расчистить, чтобы потом оттуда расслабленного достать и воскресить его, чтобы он стал уже здравым, нерасслабленным, чтобы сердце наше было нерасслабленное. И вместило в себя Слово Божие. А болящих так, Анна Кузьминична? Болящих все те же, в общем-то, и Татьяна Александровна еще Цынгаева заболела. А так, в общем-то, все те же. Ну, мы были с причастием, батюшка не сказал вчера, ездил он на причастии к Анне Кузьминичной и к двум Валентинам. Ой, Анна Кузьминична прям порадовала. Такая она вся благообразная. Сыночки все. И хорошо себя, ну, нормально. В этот раз прям хорошо себя чувствовала и встретила нас. Ну, все. Аллилуйя. Валентины тоже 200, прямо они тоже. Любовь к Николаевной готовится. Да, может, она скажет еще что-то, но хорошо приготовлены были. сколько они Кузьминичны? Господь, Господь, Господь помог ей. Вот, детки приехали сегодня, а она не смогла сегодня приехать. Усильте молитву. Ну, а брата Сергея постоянно помните из Воронежа, его маме, истите на крыльях молитвы. Еще кто из болящих у нас остался неприсмотренным? Наверное, все у нас присмотрены благодаря нашим сестрам. Рад Константин, как у тебя здравие-то? Слава Богу. Слава Богу? Хорошо всем, да. Ну, слава Богу. Я хотел по интернету сказать, сказать немного, ну, как бы, на всеочее обозрение. У нас, ну, так получилось, что занятия мы вели-вели, потом перешли в интернет. Брат Сергий сильно расстарался, он поставил на себя там, и у него группа собирается. Ну, и как у нас занятия велись? Ну, занятия велись, ведем занятия, и читаем, 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 там последовательно Новый Завет, там переходит и опять переходит. Ну, тут дочитали книгу Откровения, я смотрю на занятиях, начинаем читать книгу от Иоанна, ну, Евангелие от Иоанна. Я вопрос задаю, а почему Евангелие от Иоанна, там, а Матфея, где Марка, Луки? Ну, никто не отвечает. Тогда с Сергеем переговорил, он говорит, ну, так мы порешили, там люди в интернете, они хорошо знают эти Евангелие 3 уже молодцы, а вот Евангелие от Иоанна что-то сильно не понимает. И вот мы решили, посовещавшись, что начнем с Евангелия от Иоанна. Ну, то есть, как бы, ну, я ему напомнил, говорю, а что, Игнат Тихонович, когда мы занятия вели, там, не знаю сколько, 20 лет целых, и у него последовательно идет, просто он ставки делает, там, допустим, песня песней была, заканчивается книга Откровения, он песню песней, потом там, ну, допустим, Евангелие закончилось, нет, даже так не было, всегда заканчивается Новый Завет. Потом, это, беседы с сектантами, воспитатели, воспитание воспитателей, ну, кто не знает, короче, все, что было в книгах, там, это все мы, Игнат Тихонович, через себя провел, многое взял от людей, которые этим занимались, и вот, преподавал это все нам, мы там сидели, это слушали. А потом опять начинаем, Евангелие от Матвея пошли, ну, то есть, я ни одного человека не знаю, ну, может, кроме Игната Тихоновича, который бы мог сказать, ну, я знаю, о чем там написано, и нормально знаю. И у меня, я Сергею говорю, Сергей, я не понимаю смысла, почему, ну, кто-то думает, что он, потому что, духовнее Евангелие от Иоанна. Я говорю, в этом вообще покаяться надо. Понятие духовнее одно Евангелие от другого, это, для меня, вообще, это, возвышение, не знаю, возвышение там, не вот, это Евангелие, понимаете, и положили, 40 Евангелий, закрыли дверь, пришли, осталось на престоле только 4, если вы не помните историю, как это все было. 4 осталось из них, почему Матфея, Марка, Луки и Иоанна? Почему? По порядку, просто по порядку, сначала, 45-й приблизительно год, приблизительно, на арамейском языке, для иудеев пишет, пишет Матфея, потом, дальше, апостол Петр, говорит много проповедей, язычникам уже, Марк ходит, племянник Господа, за ним, и пишет, просят его, верующие, потому что, не запоминаем все, напиши, он пишет, дает Петру, читает, апостол Петр читает, говорит, аминь, пошел Евангелие от Марка, дальше, до того, как там, никто не знает, но до 70-го года, Евангелие от Луки, ну, считается, как бы оно второе написано, Лука, это, был подвижник, с апостолом Павлом ходил, художник, он врач, много очень сделал, недалеко, никто не знает, видел он Христа, нет, думают, что все-таки видел, тоже молодой был, Лука написал, и потом последний, это 95-й год считается, наутро в Патмос, отсылает Троян, Иоанна, Богослова, и вот на этом острове Патмос, ему будет видение, теперь считается, что, или в самом конце 100-го года, или в начале 2-го века, пишется книга откровений, ну, и Евангелие там, перед этим там, он пишет Евангелие, то есть все там в одном, в одном месте, все, ну, вот так вот и по порядку поставили, все по порядку, так и идет, кто там лучше, что знает, кто хуже, ну, закончили книгу откровений, ну, ладно, там что-то нужно сказать, ну, кто-то что-то не понимает, ну, сделайте занятие, чтобы поняли они, и начали опять, Матфеи и так далее, чтобы люди-то знали, что есть канон наших святых, священного писания, которые установили святые отцы, ну, как бы, я не понимаю этого, почему нужно именно вот так, он говорит, нужно репертуарчик менять, Игнат Игнать Игнатьевич говорит, так Игнать Игнать Игнатьевич не про этот репертуарчик говорит, он говорит про богослужение, которое можно было менять, действительно, вставляя места писания, там, много всего-всего, и так далее, не так, как у нас занаряжено, это понятно, а в Слове Божьем, Игнать Игнать Игнатьевич никогда бы себе этого не позволил сказать, давайте сменим репертуарчик, и почитаем Евангелие от Матфея, а потом Коринфянам, какая нам разница, я первый раз это слышу, такое умозаключение, и просто призываю всех как-то, ну, внять моим словам, и вообще священному писанию, и, ну, нормально продолжать занятия, как оно всегда было, зачем придумать, Сергий, как он еще говорит, ну, это они же у меня ведутся, ну, так тоже сказать, ну, вроде как, Игнать Игнать Тихонович же говорит, что вот это у меня мы тут собираемся, вроде как, я же это сам собрал, ну, сами мы вообще мало что можем сделать, поэтому, Игнать Игнать Игнатьич, он говорит, о чем понятно, он говорит, он сам-сам, однако, у него алтарь здесь в доме, мы тут собираемся. Если есть у брата реплика, пожалуйста, если нет, продолжим дальше, нет, он отказывается от реплики, у кого есть мысль, у кого есть слово? Конечно. Все высказались, все желающие, Игнать Игнать Игнатьич, вам слово. Потому что говорили, не знаю, спереди или с обратной, батюшка говорил про село Плачки, Ребрифинского района, Алтайского края. Громче! Батюшка говорил про священника, он Чернодаров, или Чернодыров, но Игорь был, а теперь он спереди стал, принял это. Батюшка о нем и говорил. Это село Клачки, мы рядом проезжаем, Денина Жолнирова, Ребрифинского района, Алтайского края. Вот сейчас говорили такое, что такое крыша проломили, а в народе говорят, крыша поехала. Съехал с катушек, говорю. И то, что он делает там, это, я лично с ними встречался, мы там были, и что он там делал, посылал людей. Это никак нельзя вообразить, что человек в своем уме. Какие они афиши вывешали против нас, но ничего бы это не добавило. Он не знает человека, это не писание, ничего. И при том, он не подчиняется непосредственно нашему митрополиту здесь, Сергию, а Севолоду, который там, где Кулунда, оттуда, наторвем к ним, они теперь три епархии это сделали как. А тот нам крайне недоброжелательный. Которые священники приезжали, он знать не знает, там западной какой Украины, он сразу поставил их на счетчик. Если хоть один Потеряевку поедет, там мне священники говорили, я с вами рассчитаю здесь. И они приезжали с этим митрополитом, и приезжали с Максимом, который Дмитриев был, а этот сразу все отрезал. Украина. Черная дыра сегодня на территории бывшего союза. Он никогда нас не видел. Но я выступил сказал, когда о нем-то, он сразу же вышел и через кого-то, чтобы, дескать, давай друг друга не трогать. Одного щелчка было достаточно, чтобы, говорит, он за нос ухватился. Значит, он Нину там мурыжит, священник, три года. А она переносит, Нина, тебе это полезно. Она у улицы стоит, снег в колено, и она стоит на улице, молится, и у ней валенки протаивают до земли. Он безжалостный, жестокий и крайне недоброжелательный. И вот он теперь Анапе мне предает. Батюшка не говорит, он там и батюшку, я не знаю, про меня было или не было, но и батюшку туда же затолкал. Мы сейчас и думаем. Я посоветовался с батюшкой, место это не может, он другая, как епархия. Мы ему все рассказали, и Нину благословил. Написать патриархию, чтобы Нина написала, тут мы подкорректируем, поговорим. Кто за то, чтобы нам вылезти и показать все. Ну, писать, конечно, надо будет даты, имена, когда встречались, говорили, благочины знает, и молиться, чтобы письмо попало, ну, не лично в патриарху Кириллу, но в синод попало где-то там, потому что такого даже никто и не слыхал, что делает, такое самодурство. Сам в частном порядке, в деревне больше тысячи человек, прихожан 7 человек. Ну, понятно, что он храм какой-то там, бизнесмен построил, он как-то, что-то было, говорит, я же хозяин этого храма, а он никого не признает и не понимает. Ну, бывает так, человек ставят, а он не то, что не соответствует своей должности, а он все приложил, чтобы не соответствовать. Мне просто хотелось бы узнать ваше мнение и закрепить это молитвой, не просто сказать, а ежедневно вы днем и ночью будете об этом перед Богом упоминать. Ну, как сказать, дело священника и не перед Господом сказать, Господи, рассмотри сам, как тебе угодно. Я призвала, вот, Грязовский Глеб, 14 лет ему накатали, подозрение там с детьми, что-то было, в детском лагере, и Головин, Владимир, отец, болгар или болгар, около Казани, где-то недалеко. Ну, на него сильно нападки были. Но мне сразу они ответили, среди собраний я говорил, они, оказывается, смотрят, и ему сразу сказали, благодарности и сколько. Ну, договорились, что они приедут нам примерно. Может быть, на крещение или как. Мне нужно внутреннюю, как бы сказать, уверенность, что вы все участвуйте. Просто поднимите руку, кто за то, чтобы написать, а потом просчитать здесь, это принести, что напишут. И вы соглашаетесь, чтобы Нина напишет, ну, мы тут какие-то сани обставим и прочее. Я юриста спрошу, ничего тут незаконного нет? Есть у меня небольшие возражения. Дело в том, что формально в любом случае все епископы на территории Алтайского края подчиняются митрополиту Сергию. И если мы напишем патриарху сразу, то перепрыгнем через голову. А можно еще добавить? Я не знаю, юрискус ответил. Я добавить хотел. Здесь же у нас действует Евангелие от Матфея 18 глава, если братца грешил, а тут священник как бы грешит. Я считаю, что он же против Игната Тихоныча. Вам надо Игната Тихоныч прямо с ним встретиться. И против батюшки Татьяны, которая приняла крещение, ей ногу отрезали больную, и он так и не допускал без причастия в умирании. Свести батюшку вас и его и поговорить прямо об этом вопросе. Он не принимает, не идет ни на какие контакты. Уже говорили благочинному, это отпадает совершенно. Он не пойдет на контакты. Он не идет никак, он запирается там, дверь стучи, не стучи, его нету. Ну, на через мутрополит. По телефону можно позвонить. Поставить на закрепку. Ну, Игорь, я тебе объясню. Записать на видео нельзя все это. Я сейчас поясняю. В церкви не было церковного суда 70 лет. А церковный суд это первая инстанция, что-то не ладится, мы должны обратиться в церковный суд. Допустим, рядом живет со мной епископ, у него своя хозяйство, он коробу распускает, у меня там все в огороде потоптал. Мне канона разрешают обратиться. И он обязан заплатить за потраву, не пожелать чужого, чужого поля, где-то. А не просто так, я пришел, а епископ, он неприкасаемый. Не так. Я должен обратиться в церковный суд. А его нету. Вот тогда был здесь епископ Максим. Он в своем, там говорит, бывший партор, коммунист. Отец Николай. Ко мне на обе. И уже епископ сказал, ну, надо крестить, как он. Ну, чего тут слюнями крестить. Ему-то посоветовали отцу Павла Ермоленко, город Камин-Наби. Ты возьми, магнит Афон, с собой, и поставь, и запиши, задай вопрос по крещению, когда ответ даст. А ты тогда и скажи, вот, смотри, священнику тамошнему, ну, смотри, наш архиерей говорит крестить полное погружение. Говорит-то надо, как патриарх Алексеев II сказал, где нет полного погружения, не крестите, идите в другие там, где храмы. Это тоже не выход. Он должен был его запретить согласно 50-го правила апостольского. Они потеряли правила, и он ничего не может сделать. И у него чахнуло или что-то там, а в это время там отец Александр Войтович был, кажется, Капранов Михаил, кажется, еще, как говорили тогда, Михаил погибло. Это три благочинных. И он к нему, в ряску с него, мы и так, он отобрал, а что такое, а Павел-то там, богатырь-то какой, он, если шмыганул его, за одно епископоменьше было. А эти стоят, только смотри, только не сопротивляйся. А он руки опустил и стоит. Он снял с него ряску, снял серебряный крест и отнял магнитофон. И с этим и уехал, ограбив его. У меня очень близкие отношения были с прокурором края, по Раскуном Юрием Федоровичем, генерал-лейтенантом. Он на высоте был, ему там награду дает Путина за что-то там, за его там. И я ему в это говорю, он говорит, не могу я вмешаться туда. Конкретная зона. Ну, я говорю, ну как же, когда нельзя, ну на заводе, допустим, директора ограбил мастера или кого-то. Ну, имеет он право обратиться в инстанцию? Имеет. А в церковной не имеет. Это, во-первых, вопреки их канонам, вопреки церковных правил. Но так вот уже пошло. То есть безраздельная власть. Я, безраздельная власть, это значит безраздельная глупость. И писали об этом. Патриархию писали. Ноль. И с этим он уехал. Так и здесь. Здесь ничего нельзя сделать. Мне нужна поддержка молитвой. Чтобы мы, раз в это дело вмешиваемся, мы должны до конца донести. Я думаю, так. Когда составят все, мы опять же донимашему брату юристу Севастьяну, чтобы он проверил. И в конце написать, что если никаких мер не будет принято, благословите нас, владыка, а обратиться к патриарху. Я думаю, это тоже будет хороший столбушок поставлен, чтобы они ориентир держали на это. Неплохо. Как? Годится так? Аминь. Это лучше, да? Да. Дело в том, что устная, она обращалась к архиерею несколько раз уже, и он благословляет, ходит в храм, а он не пускает. Это все записано, мы и так понял у нас. На этом, на видео. Ну, дальше. Он не знает Писание. Писание говорит, «Незаслуженное проклятие не сбудется, но падет на волосатая темя, закоснелого в беззакониях. Незаслуженное проклятие, как воробей, спорхнет и улетит». Он не знает, что он проклинает себя. Это второзаконие, 19 глава, 19 стих. Это говорит Соломон, «Незаслуженное проклятие», никакого внимания нет, но он безумствует в полном смысле, вопреки канону, вопреки Писанию, вопреки здравосмыслу. Там никто для него, и кого он может. У меня он глаза не видел, может быть, так, где-нибудь кино посмотрел. Значит, это первое. Второе, говорили, что будут занятия у Пупков Сергей Павлович, и он после откровения начал сразу Евангелие от Иоанна. Ну, в первую очередь, просто я свое мнение говорю, не защищая никого, но, как я понимаю, меня это нисколько не смутило. Это неофициальные какие-то занятия, там где-то, ну, ходят-то всего не больше, там, ну, 26 человек, кажется, больше ни разу не было. Он дома ведет занятия, и он сказал так, и это они богодохновенные все Писания, но Евангелие от Иоанна всегда все святые отцы выделяли его. Не потому, что оно духовнее, а потому, говорит Златоус, что здесь говорено то, о чем ни один человек в мире не знал и не говорил. Поэтому, когда, говорит, вначале было слово, это как солнце спустилось на землю и катится перед нами, и мы, раскрыв рот, бежим за ним. Эти говорили о рождении на земле, он сразу переходит с небесного. Вот в каком смысле-то. А не то, что церковь приняла, и теперь, да, по времену принимали там, ну, пять лет, Лука, значит, Марк, семь лет, пятнадцать и тридцать пять, когда написали, от воскресения Христова. В таком порядке столько лет прошло. Ну, это я взял у профессора Марсенковского, а он там берет и очень далеко исследует. Когда мы начинаем в это вникать, там только один евангелист говорит о первосвященнической молитве. Один только говорит те притчи, о которых нигде больше не говорит. Что Лука Могая собрал, и все касается Плотскому. Зашел, притча такая-то, здесь у него все касалось небесным. Поэтому выделяет это, в первую очередь, Иоанн Златоуст, выделяет его. Это выделяли всегда все, кто распространял Евангелие. Вот мы распространяли, когда и самое большое количество мы раздавали Евангелие от Иоанна. Его печатают, ну, я не знаю во сколько, но в десятки раз больше. Отдельно Марка почти нету, Луки почти нету. Мало-мало где-то. Евангелие от Иоанна идет миллионным тиражом. Это основа. Потому что в книге, в Библии 77 книг, но самая главная книга Евангелие от Иоанна. Ну, не будем же мы сравнивать с книгой Ливи. Евангелие от Иоанна. Это сердце всей Библии. А в ней третья глава. А в ней 16 стих. Это в миниатюре Библии. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, да бы всякий верующий в ней не погиб, но имел жизнь вечную. Вот я в каком плане говорю, что он так и сделал. Мне никакой вины. Ну и ревность Игоря Дыманова похвальна. Он правильно это сказал. Ну, в данном случае я просто прояснить хотел, как это есть. А не то, чтобы... Знаете, Ян Златоуст, он адвокат был. Я примеру просто сказать. И когда Петр говорит, Павел, я противостал Петру при всех. О, Павел, он не боялся Петра. Петр заблуждался. А он говорит, два вала в одной упряжке. Если одного мы завалим, то другой дальше не потянет. Нет, наша задача, как юриста, оправдать и того, и другого. Те сказать, они договорились. И ты меня обречи при всех-то. А я смолчу. И те, которые за меня, они скажут, ну, Петр молчит, а я что тут буду гундеть-то? Я зато вот так объясняю. То есть, такой адвокатский ум. И поэтому нам не надо там Игоря этих... Оба рассуждают правильно. Я просто его... Как он говорил. Так. О чем мы говорили? Вот с этой стороны немножко зайти. Приближается, ровно через две недели, если не ошибаюсь, выборы президента Российской Федерации. Сегодня официально зарегистрировано 8 кандидатур. Вы никого не знаете. Ну, Жириновского слышали? Да. Владимира Вольфовича. Выкажите. Коммунисты вызвали Грудинина Павлов поставили. Они там все сейчас вокруг Невои. Ну, где-то в сельской местности, там, селом заведуют. Ну, конечно, программы абсолютно невыполнимые. Абсолютно. Вот когда ГКЧП восстали, к нам сразу приехал тут главный агроной, это зоотехник был в соседнем дне. Ну, как за хумунистом. Все, теперь этим демократишкам голову вроде открутят. Все в магазинах будет. Я говорю, а где возьмете? Ну, у нас НЗ. Я говорю, НЗ, потому НЗ, что на войну готовится. И его хватит только на три месяца. Оказывается, три дня было, и все лопнуло. Три дня ГКЧП. Еще поддержал только один монголист, его фамилия Чурбан. Ну, что спрашивает-то? Так вот, надо все-таки смотреть, на кого ставить, как сегодня говорят. Мое мнение, я никогда не голосовал и не пойду голосовать, но я молюсь и днем, повторяю, и ночью, такими словами, Господи, мы нуждаемся в добром правителе, благословенном Тобою, чтобы издавали мудрые законы, не препятствовали славить себя, и чтобы не было покушения на него. И вот, священник один нашелся, и теперь, они где говорили в своей программе, по отношению к православной церкви. Он именно кусочки вырезал и вставляет, вот такой-то так, говорит, Женовский так-то. И он взял вот нулевая отметка, там холодная, а здесь горячая. Один агностик, я в Бога не верю. Но православие все равно поддерживать было. Все-таки это скреп, столько лет они собирали цари, неверующие. Другой, наконец, и туда, и сюда. Он не знает еще, какая власть победить-то. И дальше, путь. На втором, или на первом месте там Собчак, Ксения. И вот там она поехала в Чечню, а если никого нет, Ксения сразил, стоит, он у памятника стоит, он сразил буквально ее там доводами. Ей говорят на студии, ну надо же характеристику хорошую иметь-то. Ну тебя пьяную тащили за руки, за ноги, все это снимается же где-то. Ну это когда-то было, а сейчас не такая. Я считаю, для смеха просто выставили-то. Ну и дальше, Владимир Владимирович, Путин стоит на седьмом месте. Явно поддерживает, он священник только с православной стороны. Он ничего больше нет. Если отправитель будет, значит мы дальше будем большие монастыри открывать с подогревом пола, там и миллиарды будут опять идти. И что интересно, ни священник, ни все восемь, ни один не сказал, для чего же Христос приходил, для чего учение его нужно. Для того, ты явился Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. 1 Иоанна 3,8. Ни слова, ни слова не сказали, что в государстве, в этом, какие бы ни были правители, этот рейх простоит ну не больше, чем 70 лет, как вавилонский плен, или 13, как у Гитлера. И лопнет, и никто никого не вспомянет. Только гноем, отравой забрышет многих людей, как, говорят, яд змеи. Какие правители были? Сколько работали? Выходных никаких не было. Лопнуло, все разогнали, в Израиль, в Америку согнали весь Советский Союз. Сотни миллиардеров. А что такое миллиард? Вот, Игорь, мы считали как-то, сколько это тонн? Миллиард долларов? 25. 25 тонн. Золото. 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 А теперь у него миллиардов, миллиардов 70. Ну, теперь умножить на 25, это полный состав золотом. И у одного человека, пока его не повесят где-то в Англии. Поэтому молиться, я просто испытал это. На молитве никого не, не надо Бог знает сердца. Вы смотрите на лицо, а Бог смотрит на сердце. Господь сказал Самуилу, когда избирал он Давида. Всех осмотрел, сыновья на подбор. Никого нету, не светит. А кто? А еще есть? Да есть один пастушок. Да как же так? Ну, где он, восьмой сын-то вас? Пошел и мы знаем, кто получился. Псалтырь Давида. Много еще в жизни перемен будет. И, но главное, Бог его спасал. И этот генералиссимус умер на своей постели. А приходилось бежать от жена, там козью кожу положила, а тесть послал убить его. Он в окно, и Бог хранил его. Чтобы такого правителя Бог дал, чтобы как Давида сохранил. Попутно хочу сказать, в прошлые годы до старей, у царя был один такой министр, Саблер, фамилия его. Ну, был глубоко верующий. Ну, насколько по Евангелию, не знаю, но Акафисты считал на работе. И вот, там сидят у него в приемном, недалеко, губернаторы там приедут. А что? Да он сейчас, говорит, канун Богородицы считает. Сейчас кончит, выйдет. А не выходит, Да он, говорит, еще решил покаянно просчитать. И сидят они в приемной. А около обеда он вышел, половины уже нету. Они сидят, что-то размышляют, он молится, а Господь ему туда, ну как, лазерный луч ему в голову, да я это сам разберусь, и туда. А вас там еще, заходите, помолимся. Помолились, никому ничего не надо отвечать. Я-то просчитал у Лескова Николая Семеновича. Так вот, немножко о том, о чем уже было говорено. А меня интересует выбор. Молиться, чтобы... Кто пойдет, у нас никто не запрещает это, но от нас ничего не зависит. Я вспоминаю, когда у них там миллиардеры собираются, называется Мальчишник. Ну и Рональд Рейган думал, что его изберут. Ну и избрали другого. Ну ладно, там будет там Никсон кто-то. И он увидел, который у них там главный заводило. Конечно, всем дадут масоны высоких постепеней. И кто-то печален. А еще в стране загорается синий, там, демократическая, республиканская, люди, в каком штате. Все это игра. Он подошел, похлопал по плечу, говорит, Ронни, не печалься, следующий ты будешь. Еще этот не заступил, а уже следующий кандидатурой его будет. Значит, понятно. Там кто-то есть, кто все это делает. Надо научиться доверяться Богу. Я нашел интересное... Знаете что? Интересное такое дело. Вот родители очень сильно отображаются в детях. Вот у нас здесь взрослые приходят, одни остаются, а других нет. Одни на занятиях бывают, а другие, и все из Потеряевки, другие никогда не остаются. Причина-то в этом есть. Почему? Родители. Если родители расположены, к этому были, ревность к молитве была, это люди большой перспективы. Если этого нет, он все время где-то что-то... Пока молчит, пока дуется. Но так не может быть все время. Он набирает силу, этот человек. Тоже об этом помолиться надо. Потому что отвечать придется за детей. Дети... Это вот дал мне Бог. Но Бог дал, так Он и спросит тебя. Он дал для того тебе детей, чтобы ты их привел на небо, а не для того, чтобы ты натравил одного на другого. И вот как одеваются, где? Я говорю тем, которые были. Тут нынче была бракосочетания бракосочетания наше ездили. Лучше наших никто там не одет. Но из храма вышли и мигом переоделись. Переоделись и платки скинули. Платки скинули. А теперь семь месяцев прошло, а я ролики не могу выставить никак. Такое одеяние настолько мне неудобно было. И уже спрашивают даже священники из другой партии, а то почему не выставляете-то? Ну, пока не могу. Не созрел. И на днях эти были молодожены у меня. Я говорю, вот я не могу выставить. А вы-то не против? Да нет, конечно. Тем более по заказу. Отец жениха все фотографировал, мы дали. Но я хотел сам поехать. А они обдумали. Значит, вы приедете, а вас некоторые знают, и мы будем себя чувствовать некомфортно. То есть обстановка будет другая. А вот теперь комфортно. И я начал выставлять. Сегодня уже венчание в церкви батюшка делал, проводил все это как надо. Вот. А теперь на четыре части я это разбил, так, чтобы смотреть будут. Конечно, в первую очередь на меня падает. Как же так? У вас что только люди мимикрией занимаются. Вот тут так, а там так. Но они не могли создать. Наших было действительно достаточно. Из-потеряевки были эти. Если бы все они пришли вот как здесь одеты, и нигде не пошли у них на поводу, а там как мирские люди, мирская свадьба, то обстановка была бы другая. А здесь так, жарко, без рукавов. А они говорят, да что, на Игнатии свет клином сошелся. Они говорят, пока сошелся. Где он там, этого никогда не будет. Я разговаривал со священником, и говорят, ну и что бы вы? Я бы сразу сказал, да кто вас будет слушать? У тебя никакого опыта нету. Представьте, мы посетили 600 городов. 600? Ты из одного в другой съезде должен болтать, когда ты увидишь, что это стоит. И ни разу, нигде не было, что по-другому поступали, как я говорил. Они мне не знают, ни властность мою, ни должности. Я говорю, видно, что сильно понравилось, я в библиотеке выступаю, они меня под любым предлогом задерживают, а сами назвали все библиотеки, чтобы собрать, кто успеет приехать-то. Потом сказали, ну я еще подождал там полчаса, мы торопимся где-то. И вот я начинаю говорить, а потом говорю, призываю к молитве, но голова должна быть покрыта. Первый раз вижу, все 100% покрыты. Ну, у кого есть возможность, у кого нет, он платочком хоть накроется где-то, хоть как-то, газеткой накроется. Говорю на стадионе, та же история, повторяю, ни разу, нигде сбоя не было. Почему? Великая сила слова. Слово. А если ты в тишине сидишь, там где-то молишься, да кому ты нужен? Не забывайте, первая апостольская церковь, их вызывали и били, не запретили ли нам накрепко говорить о плотнике этом? Не запретили ли? Значит, они что запрещают? И те, которые сегодня против у нас в записи в интернет, это внуки тех, которые запрещали. Скажи, ты не ставишь ни одного ролика, ни одного. А у Осипова 1700. Запомните цифру, 1700. У Андрея Кураева там 240. У меня 10 070. Понятно, что даже близко никого нету. И поэтому результат у нас совершенно другой. Это слово, которое звучит по всему миру. 14 миллионов, миллионов только просмотров. 14 тысяч подписчиков. Это цифра еще не окончательная. И вот вчера только заходит одна. Мы совсем разочаровались православие. И вдруг раз, наткнулась я, и меня называют. Я посмотрел, это стектанты какие-то, прям по Библии говорят. Через год опять наткнулась. А теперь уже не могла оторваться. И теперь с мужем мы готовы день и ночь сидеть и слушать. Теперь мы полностью приняли все, готовиться к окрещению. Другой говорит, я 30 лет ходил по разным где-то, а еврей в Иерусалим слышал, сколько говорят. И он у всех там побывал. И у баптистов, и писяцников, харизматов, и он такой мягкий характер, и везде. Но вот только один раз, говорит, попал на наш форум где-то. Все. Как будто никого не было, говорит, у меня все спихнулось. И сразу же пошел, принял крещение с полным погружением в русско-православную зарубежную церковь. Или он? Из евреев. И, повторяю, из евреев. Другая семья точно тоже. А не мессианские евреи. Мессианские. И Христос Мессетия. И тоже где-то там на разной блуждали. Один раз ткнулись. Сейчас вся семья стали православными. Скажи, ты запрещающий против чего идешь-то? Теперь, сейчас ко мне готовятся приехать не где-то откуда-то, а из Германии. А может сириец у ней? Сириец? Да он там что-то... Она отпросила все равно на две недели. И я приеду, приму крещение. Звать ее Наталья. Интересно, когда фамилии-то давали, ну, человек какой-то там высоких, там Высоцкий, там, ну, по форме как-то был. Чем? Марьян, Марьян, Иванов, Иванов. А этот, видимо, с усами был. Его назвали Усатый. А теперь она женщина, и Наталья Усатая. То есть совершенно несоответствие фамилии, которые дали. Мужчина любому подошло. Но она настолько все восприняла, все равно я приеду, приму крещение. Как? Через интернет. Повторяю. Теперь два мусульманина могут приехать. Там такую борьбу против них родственники все объявили, и они постоянно сходят. И матери сказал, высылай десятину мне. Один. работает там дочь где. Я говорю, что же вы делаете? Да не против, там священнику нет. Заработа небольшой перечисляют. Но я к ним не прикасаюсь, они просто перевожу их и все. Ко мне ни одна копейка не прилипло. Это Бог делает так. Так я называю это разве всех ты назови. Теперь те, которые против, соберите, умножьте на тысячу. Вас много, тысячу раз больше. И ни одного человека нет. А Господь, наверное, будет судить за спасенные души. И тех, которые нас нападали, всех Бог смирил. Вы называете вот эти книги, которые лежат, они за нас работают. У вас, говорят, авторитет. Но этот авторитет я работал 70 лет. Конечно, он теперь мне в помощь. Я попутно все говорю. Сергей Павлович, маленькое отступление. Вот, Василий Николаевич, все-таки он ходил на покаяние к Богу. И теперь будто бы он раскаивается в этом покаянии. Так ли это? Я каюсь, что пошел. Это выставлено в интернет. Ну, теперь смотрите, но взглядом не пригвоздите его. Сергей Павлович, как это было? Прямо так и сказал? Да, вот он здесь и сидит. Так, Василий Николаевич, поясни, пожалуйста, как это так? Что ты ходил к батюшке, и выходит, теперь раскаиваешься в этом? Да почему? Наоборот, он какое-то прелебодеяние прелебодеяние? Василий, мы когда с тобой разговаривали, ты сознался в том, что после крещения у тебя была связь с женщиной. прелебодеяние, но блуд. Но ты же не священник. Я не священник, но написано в Писании признавайтесь друг другу в прегрешениях ваших. Ты признал. Потом, когда я начал тебя зажимать, дело дошло до того, что тебя могут из общины испугаться, исключить, ты слукавил, что? А ничего не было. Ты пристал ко мне, как банный лист к одному месту. Да, я-то лист, но ты-то кто, Вася, в таком случае? Ты, значит, зад пятки, ничего не было. Зачем тогда ты мне врал? Зачем ты к батюшке тогда на исповедь хотел? Зачем ты тогда сейчас последний подходишь ко Кресту, если ничего не было? А меня, вроде, отлучили за то, что я там... Простите ради Христа. За что, Вася, простите ради Христа? Как бы, надо не было больше говорить. Я не против. Что, думать начал, да? Думал-ка. Вы что делаете-то, братанис? Сергей Павлович, это вы думаете, признавайтесь друг перед другом, когда против тебя согрешил. Против тебя согрешил. Ладно, Василий Николаевич, не разберетесь. Но дело в том, что от раскаяния, не надо раскаяния раскаиваться. Когда против тебя согрешают. Да. Как священники. Теперь смотрите. Мусульмане решили так проиграть. Сейчас им не разрешают в школе там где-то носить хиджак. Теперь сказали в городе, чтобы они не ходили одеты в хиджак. Вот так. У них только щель остается, и они идут. Но они решили... Успокоились, слушаем. Я раскаился. Несколько там женщин или девушек одеты как по-своему. И они стоят со цветами, розы накупили, там еще что-то, большие такие журналы. И они маленечко как бы в подъезде, их не видно. А один выходит и спрашивает. Ну, видно, что опытный журналист с микрофоном. Скажите, вот бывает тут мусульмане приходят и одеваются вот так вот, а вы в Москве. Вы как он? Да мне разницы никакой нету. А тут, ну если национальное обычае, то так, а им запрещают. То есть они собрали мнение и против никого нет. А те маленькие дальше проходят и они выходят за хорошее отношение к мусульманам, розы сразу дарят ему. За хорошее отношение. То есть у них это все обдумано. Ну вот идут две или три женщины и к ним какой-то постовой пристал. Потребовал документы. Никогда не знаешь, как события будут развиваться. Потому что это национальная рознь. Государство ужасно не хочет этого. Потому что восстанет если сейчас Татарстан, он сразу перерубает страну пополам. Никаких Чечней сюда посередке не ставить, не будут. И вот милиционер это сказал не сразу адвокату и адвокат теперь пошел расспрашивать. Их расспросил так было, найдите где этот полицейский. А полицейский увидел и сразу закрывается что не смотрите а что же ты прячешься? Прячется от интернета. А это все равно успели его заснять. А почему запретили? Не знаю. Тогда они вышли на начальство. Теперь уже три юриста специально за правду и справедливость за название этой организации. И они добиваются. Юристы все. Но видимо много знают. И они добиваются приема к начальству. И начальство все разузнает и допрашивает и приносит извинения. Они говорят мы настоящего русского встретили который понимает как это далеко зайти может. Они довольны этим. У нас сами раздеваются. Их не надо снимать. Только поехали наши девушки которые полностью без платков на этом бракосочетании были. Полностью. Как будто никогда они здесь не были. А если бы ты пришла до вас было там человек 10 да по форме вы резко бы выделились сразу. Не надо ничего даже не говорить. Просто в форме. Она вас что жжет. А вы знаете это проповедь. А тебя больше то и не надо. По виду только тебя уже спросят. Вот меня часто спрашивают что борода а зачем борода дальше разговор идет. Я с бороды начинаю и сразу увожу ко Христу. Они как Андрей Кураев выразился религиозно талантливый. Я это взял за основу. Будьте религиозно талантливы. Не переодевайтесь здесь дома как хотите. Идите как вы здесь. Они идут на работу приходят она знает ее не примут за то что она одета. Она приходит устраивается им отказывает они черточку записали. Теперь сразу представляют в отдел естества полторы тысячи заявок. Нигде не приняли ни одной нашей сестры. Так мы мы здесь родились мы приняли ислам здесь. Наши мульжья запилистом или еще что-то. на каком основании мне отказывают в работе. Нарушена конституция все. Теперь уже самые высокие органы этим занимаются. Если сейчас разрешается на паспорт снимать в платках то это благодаря им. Когда они этого добились а теперь мы в одной находимся в стране с моей жены не могут снимать платок и теперь на паспорт наши сестры пошли уже с платками. А нет я сниму. Я ничего не могу сказать. Значит таков твой статус. Будьте внимательны. Каждый наш шаг где-то фиксируется. И какие мы будем и что ответим. Я сказал про интернет. Какие результаты. А результаты такие которые когда мы учились занимались в университете даже близко не подходят. Университет все. Ну самое большее тут 150 человек больше-то и не было. Один раз так я провел занятия 700 с лишним в актом зале АГУ. А потом-то ведь вот просто так. А сегодня-то мы выходим на миллионы. И когда человек выходит на этой неделе несколько пришли при том все это еретики. Надо говорить так православие никаких конфессий там не надо назвать баптисты 50-й православие и еретики. Остальное все ересь. Ну не считая там католиков где-то. Мы должны быть свидетелями. Когда мы выходим вот мы снимаем а что снимать когда сколько раз снимали даже батюшка говорит нет мы говорит искали посмотреть где литургия как идет так чтобы сердце наше дрогнуло и пишут ваша литургия все поставила на место. Значит если больная наша церковь а мертвецы не болеют значит она не умерла не умерла и поэтому когда мы снимаем это смотрят далеко люди и они начинают с этим идти к священникам посмотри ну можно же сделать по-настоящему чтобы не проходной двор никакого движения бровного нету нас ставят пример не здесь а в Астралии в Америке в Канаде я могу называть во Франции в Испании а вы в этом участнике когда вы молитесь чтобы это дошло до сердец людей понятно? у нас были которые люди против интернета их нету ну говорит что тут Силина Галина Ивановна она все время что-то пряталась и их нету и людей этих у нас были люди которые оратовали за церковно-славянский язык здесь были двое и потеряевки двое все исчезли но у нас по церковно-славянскому идет только библейское считается по-русски а где оно поется если по церковно-славянски мы самую золотую середину нащупали вот я подвожу итог о том что говорили немножко еще главное это беда о чем? самое первое качество это любовь так легко сказать любовь к Богу любовь к ближнему ты любовь к Богу имеешь? ну конечно ты доволен как Бог сотворил все? если ты любишь а Господь сотворил и сам дал характеристику и вот хорошо запятая весьма хорошо результат Бог ставит сам себе пятерку с плюсом а ты человек начинаешь говорить плохо Бог сотворил неправильно а я не говорил нет дела наши кричат больше чем слова я говорю о бороде сколько у нас людей которые из-за бороды только пришли и сейчас где бы ни было говорили ссылаются на наш ресурс потому что у нас самый полный материал самый полный как это было в истории вот сегодня один доказывает а Корнилий-то был ведь он без бороды потому что это воин римский это ему Бог Петр не сказал бороду отрасти и потом я бы сегодня ответил и больше ничего не мог придумать человек откуда ты знаешь что он без бороды ты теперь смотри у нас в армию брали Виктора Николаевича Савченко он с бородой был а ты вспомни ну когда Петр вел это все рубил бороды а после него адмирал Макаров бородовод до пояса я не мешал ему быть адмиралом ну и посмотри дальше ты кого ты знаешь если из военных сколько было таких сколько было офицеров казаки бородами же были ну посмотри там где Дунайские волны там на сопках Маньчжури играет тех времен значит судить что перед ним был Корнилий без бороды никак нельзя и неизвестно дальше что он сказал Петр пришел назад ему идти обратно уходить тогда Петр делает вот это есть экономия в данном случае ты бороду я просто разыграю как там могло быть бороду больше не брешь да я ухожу из воины жития дальше говорят он сразу же вышел в отставку вот и все и поэтому ссылаться на этот пример абсолютно нельзя все остальное надо накапывать Христос по образу Божий так он Бог ну я спрашиваю ну совершенно из большой буквы человек с бородой никакой даже атеист не рисует без бороды Христа опознанных все с бородами при том где словарь Ньюстрима сектанты баптисты все признают пророки да все а ты кто на кого похож так а зачем оно покорность Бог сотворил что ты бороду отпустил а бревет бороды называется блуда дейная ересь больше никак протопопа вакуум мне женщины когда говорили что ты с бородой да как тебя там баба или кто допускает речь сводится только к одному ни к чему и когда нападают они это вот как я назвал так и есть а ты должен сказать меня Бог так сотворил я отвечаю меня Бог сотворил а я говорю у вас почему нет бороды у женщин так я женщина а я мужчина ясно вид это власть моя над женщиной потому что мужчина глава а вы потеряли эту власть и поэтому ничего возьмут подкаблучники жалкие так придумали главное муж то глава а жена хоть шея так куда шея туда и голова повернется так у тебя мозги в шее что ли ясно ясно что шея команда это голова когда спрашивают подвести только итог то значит если мы любим Бога то любить надо Его творение и не выискивать в этом какие-то недостатки несовершенный муж ребенок растет вот он сидит бороды нету дальше борода есть совершенный мужчина то есть он должен быть мужем бороды и чин иметь чтобы прокормить семью вдумайся во все это вот у нас сегодня сестра одна я не вижу уже она говорит можно взять я говорю можно ну никак я не ожидал этого она подошла с одной вот это взяла три а три это все третий тома и она взяла три книги а все одного значит без Галины Николаевны где она ее нету кудрявцева она здесь заведует без нее к трехтомнику не прикасаться даже пальцем не задевать это разрозненное тогда мне куда хочешь туда девай первый второй третий том она решила сестра подарить кому-то такое чтобы чувствовалось ну лучше этого я не знаю подарка вообще полное толкование 240 иллюстрации сплетные вообще значит три тома пальцем не задевать хорошо слышите потому что я уже натолкнулся не один раз вот такое она вернула она вернула разобрались в трехтомах она вернула вернулась я сразу идух она уж я со мной не знаю сколько тысячи она пойдет заходит мне 500 рублей дает и говорит ну а сдачу можно не давать я говорю а за что даешь то она поняла за 100 рублей за 100 рублей книга я говорю нет нет у нас уже лет 5 стоит на одном месте я пошел какая бумага как переплет цветные сколько стоит я пошел издать у меня стихи 4 тома по 800 страниц когда посчитали кажется 1 том завалило за миллион сразу я попятился вышел и больше не пошел то все уже не издать цены катастрофические а почему потому что уничтожили свои заводы картонные вагонами составами вырубает лес в Китай везет и они теперь там это строят а теперь оттуда покупают бумагу а он теперь хозяин любую цену можно заворачивать доигрались теперь про Настю говорили дробот у меня маленький котенок был палевый свет и она сильно заболела заболела и все то ее ведет вот так вот я вижу совсем она не ест идет спотыкается и падает что случилось по интернету посмотрел нашел что-то клещи маленькие в ухе там позвонил Настя говорит подождите я еще проверю по интернету нет тут может быть и другое как гематома на мозги сильный удар кто-то ударил она из дома не выходит а перед этим она спрыгала с третьего этажа а ей всего 7 месяцев и она ударилась головой видно и Настя приезжала сюда синафой как я благодарен ей как она внимательно работает как она смотрела на всякий случай там перекись водорода по ушам нет ничего нет а далее шприцы там дала лекарства и мы каждый день сейчас ей ставим вот завтра последний раз полностью выправилась мы даже молились Господа и здоровье это ребятишки вот так любили это Настя даже в таком положении болящая и вот она такая чтобы о Насте молились когда и помнили какая у нее хорошая специальность я только спросил Инапа а ты ты же говорила будешь ветеринаром нет это Ваня будет ветеринаром у нас Вань правильно не говорят чтобы Бог дал ему ума и разума она что-то там с изобразительным вроде или куда она швеей работает швея модельера швея модельера швея модельера ну что-то модельер ну вот такое дело когда они в лагере были и ребятишек спрашивал кто чем кто хочет быть космонавтом ясно дело космонавтом престижно а один стоит такой пухленький я говорю а ты кем я с папой буду работать а папа кем он машины ремонтирует у нас и деньги всегда есть и машина всегда на ходу и я уже многое знаю вообще реально я тогда девочка спрашиваю кем ты хочешь быть ну кем она артисткой хочет быть ну ясно похоже на Пугачеву Аллу Борисовну ну все понятно и одна стоит только я говорю а ты кем хочешь быть ветеринаром так это приземленно ооо это и нафиг я говорю если у вас жизнь сведет вместе семья всегда будет ваша накормлена и все у вас будет с этим механиком ну вот так пока никаких событий больше нету мы прошли эту неделю благодаря не Господу две недели позади спрашивали про романах тема такая еще не надо говорить но он в интернете на одного вышел говорит вы хотели потеряю в городе переезжать так продаю участок или на хорошем участке находится много завез материалу батюшка 40 лет священника такого не встречал причащался через неделю не признаю ни священника никого то есть сегодня все 100% согласны в интернете кто выступает что он задание имел задание говорили как только объявили президента избирателя сразу кнопку нажали давай против и он теперь сразу ничего не признает но он-то закупил все и теперь теперь ему уезжать два месяца пройдет нет даже наручника их тащат в Украину депортация называется а все равно жалко мы с ним работали так так много он помогал но внутри человека вы не знали не видели не знал не видел не видел я с первого дня определил что молится не то интонация я ему сказал тебе кто-то другой говорит ты смеешься над молитвой но это недостаточно было разве что внутри вот прям в первый же день первая молитва я ему сразу кончили молитву я ему сказал а кто-то записал вот кажется Никита ему и дали послушать и он сам засмеялся как Никита был а то я записал ты записал вот такое дело и поэтому о нем все время надо молиться чтобы благополучно уехал чего сатана не сделал тут говорят одна женщина у нас была и он хотел вроде как откуда знает что жениться и чтобы гражданство тогда дают хотя эффективный брак и тогда дадут чтобы здесь быть и он объявил продаю что у него есть то есть он сам выставил это уже в интернете продаю все что у него там есть и ясное дело что ему здесь уже не быть и это было как только я объявил нашим братьям давайте молиться о том чтобы Бог вымел его под метелку чтобы пылинки не осталось потому что он абсолютный враг сделался везде там ролики выставляет Играя Игнатия Аннафима другой ролик выставляет Еретик третий выставляет ну там-то то есть совершенное сумасшествие абсолютно жалко и поэтому продолжим молиться чтобы благополучно уехал сидит вон в этом не бункере а контейнер не вылазит оттуда и никто его не видит и чтобы благополучно выехал чего бы не случилось потому что нарекания может быть большое хотя к нам я обратился проголосовали обратились в органы и Господь положил батюшка всегда сказал говорит он будто бы как будто бы уехал что на 99% я выезжаю то есть все разрушил своими руками еще много непонятно зачем он столько много делал что если он заранее знал или он не знал подставные фигуры ничего не понятно но в один момент через неделю после причастия объявить что это недействительное причастие это 4-6 и к евреям говорит для таковых нет жертвы за грех когда попирает в святыню кровь завета и духа благодати оскорбляет но некое страшное ожидание огня готового пожрать противников это очень грозные страшные слова ты причащался и тут начал хурить сразу он все отверг полностью всю патриархию это анафема кого-то нашел духовный отец кого знать он не знает обман ему сказали ты жрешь с полу всю блевотину которую интернет выставляет на него очень тоже сильно скидывали зачем тебе это надо ты что-то наделал ты не соображаешь что ты все потерял и тебе в стране тут никогда не быть а он ИНН66 боится а получать паспорт там есть ему не получили он паспорт сжег официально ну какой-то украинский и все заснял все выставил патриархи еретик безбожная власть антихриста я значит и премьер и все наши антихристы но ясное дело что власть обращает на это внимание я еще тогда говорил властям что если можно чтобы он остался только документы получил там все а теперь говорю нет когда они сейчас мне позвонили из ФСБ я говорю нет он должен уехать он враг и при том такой враг который все вокруг что есть враждебное все вокруг него теперь колготится вот так вот а мы приедем там то торговое сделаем привезем колеса привезем то есть майдан устроить как горело все ну божье дело так что любите Бога любите ближнего но знаете граница всему есть если мы нарушаем что-то Бог полагает предел за который залезть уже нельзя Бог просто смешает как будто тебя и не было ну вот так спасти Христос молимся христос 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 божественная любовь прославляет тебя прославляет тебя за суды правды твоей тебя хвала слава чести поклонения пресвятая троица отец сын и святой дух аминь и еще братья и сестры у нас на прошедшей на этой неделе вот прошедшая неделя день рождения у нашей сестры Надежды многое лето ей Надежда вот она сестра многое лето 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 Многое лето, многое лето